Третья неделя с 13 по 19 мая Поэтому на этой неделе вам тяжело дадутся бизнес-проекты, вас не захотят услышать партнеры или контрагенты, да и вы не готовы идти навстречу. Вам кажется, что ситуация у вас в кармане и ваш соперник просто обязан сдаться. Забавно то, что сегодня повезет тому, кто готов слушать и искать компромисс, кто хладнокровно и расчетливо подходит к ситуации и не дает волю эмоциям. Еще период предвещает большие препятствия и трудности, которые вам доставит какой-то ваш партнер или клиент. Он будет действовать намеренно, наступая на вашу голову и ваших общих союзников. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Однако тенденция дня настаивает сесть за стол переговоров и договориться. Иначе у вас отберут ваши козыри и заставят сдаться. 13 мая – ключевое слово «случай». Говорят, что случай – это подарок Бога. Вот сегодня этот самый день, когда одна маленькая деталь способна изменить всю вашу жизнь. Так что не упускайте возможности, предложений и советов. Особенно подфартит тем, кто заражен идеей что-то свершить. Вам подвернется шанс не упустить его. Правда, стоит отметить, что судьба та еще шутница. Она запросит крупных перемен ради достижения этой цели. Например, вам дадут возможность выступить перед публикой и завоевать сердца миллионов. Но для этого придется переехать в другой город. Или ваш мужчина сделает вам предложение стать его супругой, но придется отказаться от карьеры. Вам дадут кредит на реализацию бизнес-плана, но под залог вашего имущества. Помните одно – сегодня шансы раздает случай. Такие предложения один на миллион раз в жизни. Так что верьте тенденциям дня и действуйте максимально настойчиво. Если вы давно хотели занять чье-то место или пробить оборону соперника в суде, то сегодня вам дадут этот шанс. Но для подлых поступков цена за победу будет выше. Вы потеряете доверие ваших союзников, поэтому не стоит сейчас действовать грубо, брать нахрапом, прибегать крайне мером. Вас быстро вернут туда, откуда вы начинали вашу подлость. 14 мая – ключевое слово «недопонимание». Сегодня вы можете испытать чувства, будто что-то упустили из внимания или что-то неверно понимаете. Словно, между вашим представлением реальности и тем, как ситуацию видит оппонент – колоссальная пропасть. Поэтому лучше даже не пробовать кому-то что-то объяснить. Речь не в упертости или в принципиальности, а в том, что тенденции дня вносят суматоху и смуту. Распыляют внимание собеседника и мешают ему и вам прийти к общему выводу. Если на сегодня вы запланировали важные переговоры и вы жаждете прийти к какому-то логическому завершению, то лучше отложить встречу, пока она не завела ситуацию в тупик. Если вы захотите в чем-то разобраться или что-то понять, то также лучше не задавать лишних вопросов. Удивительно то, что принятые сегодня решения или даже полученные ответы сегодня или завтра будут пересмотрены и поняты иначе. Поэтому лучше не торопиться с выводами и не размахивать шашкой над головой, чтобы завтра не пришлось исправлять последствия импульсивных поступков. Причина такой тенденции дня в том, что ситуация не до конца созрела и вы жаждете получить результат здесь и сейчас. И, кстати, сегодня люди могут сказать вам что-то, не понимая последствий, признаться в чем-то или всклик какой-то нарыв. Обратите на это внимание, но пока шагов не предпринимайте. 15 мая – ключевое слово «черный лебедь». Сегодня вам покажется, что вы стоите перед лицом опасности или трудного выбора, каких-то вынужденных перемен. Но на самом деле вам ничего не угрожает, просто вы с кем-то не желаете смириться, признать, что кто-то в чем-то лучше вас или более опытный в каких-то вопросах. Вам, может, не нравится то, что вам приходится кому-то довериться, заручиться чьей-то поддержкой или иным способом стать зависимым от человека. Вам не удастся разорвать навязанный круг отношений, даже если вы этого очень захотите в будущем. Лучше ничего не обещать сегодня. К тому же вы почувствуете тоску и нежелание с чем-то расставаться сегодня. Но как раз наоборот. Нужно сделать шаг, нужно начать движение, прерывать обыденность яркостью и движением. Хочется предупредить о необходимости, безусловно, следовать букве закона. Сегодня маленькая помарка и неудачная шутка в адрес госслужащего может окончиться для вас плачевно. Помните, что попав в неприятность, вы не выйдете сухим из воды. 16 мая ключевое слово покер. Если на сегодняшний день запланированы важные действия, то запаситесь планом B, потому что люди могут вас подвести. Однако хорошо, если не суетиться, то все сложится максимально удобно. Вообще идеальный день для освещаний, планировок, создания бизнес-планов, обсуждения ценовой политики, заключения перспективных соглашений с конкурентами, слияния и прочего. Тут главное блефовать и наблюдать, как игрок в покере. Не идите прямой дорогой и попытайтесь сделать так, чтобы ситуация сама раскрылась, показав вам свои карты. Никому не верьте, но и сами не будьте слишком откровенны. Если вы полезете в лоб, попытаетесь в привычной манере свернуть горы, то проиграете. Вас даже на порог не пустят, так как вы действуете слишком правильно и предсказуемо. В покере нужно не только блефовать, но и предугадывать соперника, считая его намерения. Кстати, ваше усердие и внимательность может привести к разочарованию в комнатах. Вы увидите то, что раньше не замечали. Но сейчас вам невыгодно выяснять детали. Оставьте конфликт на более удачный период. 17 мая – лучевое слово «плечо». Знаки говорят, что сегодня вы помнете, кто ваш верный друг и надежный соратник, на кого вы можете положиться и с кем можно пойти в бой, если потребуется. Причем вас удивит человек из вашего окружения, который всегда оказался безучастным, скупым и даже безразличным. На самом деле он просто сдерживал эмоции или считал, что дела важнее слов и улыбок. Так что вам сегодня может неожиданно подвернуться удача из соображений симпатии, да и могут учесть прошлые заслуги, если вы в чем-то провинились. Вы сегодня почувствуете, что рядом с вами есть верные соратники и просто хорошие люди. Правда, с другой стороны, вы поймете, что некоторые люди, на кого вы делали ставку, кому доверяли, не так уж и честны по отношению к вам. Более того, они готовы легко с вами расстаться, позову о всех предоставленных вами благах. Они будут поступать опрометчиво, как змея, которые наступили на хвост. Скоро они пожалеют и захотят вернуться назад. Решайте сами, если у вас вакантные места на плечах. 18 мая – ключевое слово «послание». Сегодня вы можете познакомиться с человеком, с которым начнете новый этап в вашей жизни. Он привнесет волну, которая кардинально изменит ваш быт. Это может быть как лирика, так и деловые вопросы. В целом, день не опасный, хоть и придаст свежести и бодрости вашим планам на будущее. Правда, стоит учесть, что рожденные в этот день идеи лучше всего обсуждать с новыми людьми. Ваше окружение не заразится азартом. Также сегодня вы можете получить послание или известие, которое огорчит своей несвоевременностью. Условно говоря, вы найдете непрочитанное письмо, в котором будет приглашение на вечеринку, которое вы уже пропустили. Эта новость вызовет у вас сожаление, но особенный горечь не принесет. Многое сегодня может проясниться, стать для вас очевидным. Вы можете случайно услышать что-то, что не должно было до вас дойти. Вы сами решаете использовать это послание или нет. К тому же, кто-то может неуместно признаться вам в чувствах или попросить что-то сделать, зная, что вы не сможете отказать. Кто-то может признаться, что что-то скрыл от вас и причинил ущерб, либо поссорил вас с кем-то за вашей спиной. 19 мая ключевое слово кокетство. Сегодня вам придется кому-то уступить или снизойти до кого-то, чтобы решить ряд своих задач. Это не будет выглядеть как необходимость наступить себе на гору. Все потому, что вас не затруднит пококетничать, чтобы добиться результата. Такое поведение может обойти множество острых углов и прийти к общему мнению. Хотя вы непременно воспользуетесь чьей-то наивностью и веру в вашу несекаемую дружбу. Если не хотите попасть под чьи-то чары, поставьте за рог не идти никому навстречу, если вам это невыгодно. Хотя иногда полезно кому-то помочь просто так, потому что это создаст позитивный фон и вашей жизни. Ни в коем случае не прибегайте к тактике нападения. Будьте хитрее, милее, изящнее. Похвалите или наоборот покайтесь, примите удар на себя. Все это поможет создать доверительные отношения, которые однажды принесут пользу и вам. Кстати, вы сегодня можете встретить вашего старого знакомого при необычных обстоятельствах. Или узнаете что-то о нем через знакомых или социальные сети. Вас эта встреча приятно удивит, и вы сможете пересмотреть свое отношение к этому человеку, вернуться к разговору, вспомнить прошлое. Положительно ли подобные тенденции для вас или нет, зависит от того, что вас связало в прошлом. Благодарим вас за просмотр данного видео. За более подробным описанием дня переходите на наш сайт albasar.ru. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова